Друзья, всем большой привет! Меня зовут Света, добро пожаловать обратно на мой канал Лени Лоренц. Сегодня мы продолжаем с вами рубрику, посвященную полному гиду по цену. И напомню вам, что у меня есть блог на платформе Дзен, где я рассказываю о собаках, о своей собаке, о хозяевах, о породах собак, о животных. И вообще обо всем, что связано с природой и братьями нашими меньшими. Все ссылки на свой канал я обязательно оставлю внизу. Заходите, смотрите, если вам интересно, подписывайтесь. Не интересно, не подписывайтесь и обязательно создавайте свои собственные блоги. Давайте вместе улучшать эту платформу и делать ее качественной. Почему бы и нет? Итак, я сегодня, сегодня такое расслабленное видео. Я хочу в целом поделиться с вами итогами моего двухмесячного введения. Блога о собаках на этой платформе. Что вообще? Какие впечатления? Какие у меня выводы, эмоции? Что я чувствую? Есть ли у меня вдохновение? И сколько денег мне это принесло? И я так понимаю, что многим, наверное, интересна очень финансовая сторона вопроса. Мне тоже она очень интересна, серьезно, потому что я хочу делать Дзен не только своей подработкой, не только хобби. Конечно, в идеале мне хотелось бы делать это как свою постоянную работу, работу на себя. Но в настоящий момент у меня нет такой возможности полностью уйти с работы. В принципе, я и не хочу. Меня пока все устраивает. Но что касается финансов. В целом, примерно за последние два месяца, ну даже за полтора, мне удалось заработать около 17 тысяч рублей. Много это, мало ли это. Мне кажется, что это в целом неплохой результат для блогера, который вот именно подрабатывает. Если бы, наверное, я конкретно прям работала над Дзеном, над своим каналом прям вот весь день, да, вот рабочее время, например. Конечно, может быть, у меня было и больше. Я выкладываю по одной статье каждый день, за исключением выходных, потому что все-таки нужно набираться идей, нужно набираться вдохновения и новых тем для статей. Поэтому да, каждый день у меня выходит одна статья. Не знаю, что бы было, если бы я выкладывала, допустим, 2-3 статьи в день, потому что я все-таки стараюсь работать над качеством. Каждая моя статья – это очень четкий, продуманный продукт, над которым я работаю долго. Появляется какая-то идея, я оформляю ее в план, ищу информацию, ищу источники, что-то из своего личного опыта беру. Иногда вспоминаю даже о тех людях, с которыми я общалась по этой теме. В общем, работа проводится довольно-таки колоссальная. И в итоге получается качественный продукт. Смогу ли я, например, в 2 раза больше этим заниматься? Возможно, смогу. Если я буду уверена в том, что заработок будет стабильным, потому что, да, кушать хочется всегда, и квартиру платить нужно, как говорится. Ну, пока что есть, это единственный такой минус, вот эта вот нестабильность такая плавающая. Ты не знаешь, сколько ты заработаешь, допустим, за день. У меня в целом за день выходит около 300 рублей. В хорошие жирные времена выходит и 400. И также я выкладываю видео. У меня большая надежда, конечно, на то, что Дзен монетизирует видеоролики. Я готова снимать для Дзена. И эта тема мне тоже очень интересна. Ну, вот вы знаете, наподобие моего плейлиста «Собака в доме». И вот видите, я настолько очень вдохновленно вам и позитивно рассказываю, наверное, вы уже чувствуете, что у меня нет особого негатива в настоящий момент. О негативе тоже поговорим. У меня были тут некоторые случаи не очень приятные. Но давайте немножко про аудиторию. Аудитория на Дзене более чем адекватная. Вот именно та, которая интересуется животными, собаками, содержанием собак, воспитанием и прочее. Интересная, взрослая и местами даже экспертная, я бы сказала, аудитория. То есть люди со знанием дела могут дать какой-то совет тебе. Они могут рассказать там о своем опыте, о своих собаках. Иногда там сидят даже кинологи, грумеры, хендлеры и другие люди, чьи профессии связаны с животными. И это просто интересно. Эти же люди, твои же подписчики, твои же комментаторы могут давать тебе пищу для будущих статей. Это интересно. У меня не было вот такого, знаете, ну вот такой вот качественной обратной связи от моего прошлого блога в политике. Потому что там в основном сидели люди, лишь бы вот просто полаять, покритиковать, но при этом ничего не делать. То есть никакой пользы вот от этого всего не было. Но в данном случае люди действительно дают грамотные советы, рассказывают свои истории жизни, прикрепляют там фотографии своих питомцев. И это очень мило. Образуется такое интересное комьюнити. И, кстати говоря, очень многие мои комментаторы также ведут свои блоги на Дзене. В настоящий момент моя аудитория колеблется примерно от, ну, минимум 230 до 280 тысяч человек. Это в среднем. Ну, 280 это прям очень-очень даже много. У меня даже достигало 300 тысяч человек, но это эти времена уже в прошлом. Вот сейчас где-то так. Я стараюсь держать аудиторию в пределах 200 тысяч человек. Ну и подписчики у меня прибавляются стабильно в день около 20-30 человек. Это не может меня не радовать. Буквально сегодня утром у меня было 1666 подписчиков. И я заскринила это число подписчиков. Думаю, большая радость будет, когда счетчик переварит за 2000 подписчиков. Просто на самом деле, как только я перестала писать о поэтике, я написала в службу поддержки, сказала, что так и так я буду писать о собаках. Мне сказали, да-да-да, хорошо, ждите. Ну и я писала о собаках, и мои показы иногда не достигали даже тысячи. А иногда и 600 было, и 400 было. В общем, я говорю о показах, друзья, а говорю не о дочитываниях. Я окончательно разочаровалась в дзене, подумала, что все, наверное, я бесталантливая, наверное, мне не хотят читать люди. Но все обошлось, и в итоге дзен мне прислал письмо о том, что меня повышают. Типа у меня очень оригинальный и качественный контент. И алгоритм дзена будет меня активнее показывать другим читателям. Это меня очень сильно, очень сильно вдохновило, и я стала работать над каналом еще более тщательно и усердно. Могу сказать, что, конечно, дзен это идеальная подработка, если у вас уже есть какая-то работа. Идеальная подработка для пенсионеров, для студентов, для домохозяек, для, не знаю, бам в декрете, как это сейчас везде говорится. Конечно, я бы с удовольствием работала бы на дзен, прям на полную ставку, да, но опять-таки я не уверена в стабильности. Это единственное, что меня сдерживает. Но, да, если вам, например, нужно заработать денег на, не знаю, на одежду, на обувь какую-то срочно вот купить, за неделю я вполне могу заработать тысячу-две, даже раньше. И эти деньги потратить на что-то. Также на свой первый гонорар я купила Линде корм. Такой, довольно-таки приличной фирмы, премиум класса. Ей, кстати, он не понравился. К сожалению, мне почему-то не понравился, она его не очень активно ела. И за это время я успела ей купить еще один большой корм. В общем, Линда зарабатывает себе на еду сама, одним только своим присутствием. Просто одним фактом того, что она просто живет рядом со мной, вдохновляет меня на новые статьи. И за что я, конечно, сердечно благодарю свою собаку, потому что я бы не вела блог о собаках, если бы у меня не было собаки. Ну, смысл. А так у тебя всегда есть какая-то вот лежит, сопит. Всегда есть такая почва для размышлений, всегда есть какие-то интересные темы, забавные истории из жизни, наблюдения. И просто это интересно лично мне сейчас и в данный момент. Поэтому, друзья, на этой позитивной ноте я оканчиваю свое повествование. Если вам была интересна эта тема, то ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Очень хочу вести этот плейлист дальше, рассказывать вам об этой прекрасной возможности заработать, проявить свой талант. Кстати, да, я вам хотела рассказать о минусах. Был один небольшой косячок со стороны Дзена. Убрали рекламу из нескольких моих статей, но я написала в службу поддержки. И спустя какое-то время они все решили. В общем, алгоритм Дзена, он не идеален, часто косячат. И не нужно стесняться писать в службу поддержки. Обязательно пишите там. Сидят вежливые люди, которые довольно-таки оперативно вам отвечают. Вот. И ни в коем случае не грубите. Это такой маленький совет. Вежливо, все по делу, по пунктам, по фактам и без грубежа, как говорится. Все, друзья, на этом заканчиваю. Ссылки на мой Дзен-блог я оставлю внизу. Не забывайте также заходить на мой Инстаграм, на мой паблик ВКонтакте. И очень скоро увидимся в следующих роликах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok